Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И после этого уже сегодня юристы вылетели договариваться с адвокатом насчет всех условий. То есть адвокат скажет более подробно, кто у нас должен подавать иск в суд. Возможно, скорее всего, это будет коллективный иск от спортсменов, соответственно, от ОФЛА, при поддержке Олимпийского комитета, безусловно. И будем надеяться, что прямо в ближайшее время этот иск будет рассмотрен. Как правило, в связи с тем, что Олимпийские игры уже совсем рядом, иск может быть рассмотрен в очень скорое время, возможно, даже в течение суток. Списочный состав. Вами определен, в общем-то, кто, чьи фамилии будут стоять в списке? Ну, сегодня будет определен этот состав по окончанию чемпионата. Мы со старшим тренером должны будем отработать этот состав и представим его на президиуме ОФЛА. Хорошо. Ну, давайте от юридических дел. Это, в общем-то, как говорится, действительно тема для юристов от спорта. А перейдем уже к спортивным результатам. На чемпионате России были показаны феноменальные результаты. Елена Сенбаева 4.90, Сергей Шубенков 13.20 барьерный бег, Дарья Клишина улетела почти под 7 метров 6.84, причем это была первая попытка. Илья Шкуренев многоборье, пятый результат сезона в мире. Вот, действительно, ребята готовились к чемпионату, зная о том, что, в общем-то, что там впереди их ждет, это все призрачно. Нет опасений, что это выход такой очень серьезный? Ну, во-первых, до Олимпийских игр еще есть время, то есть у нас еще более чем полтора месяца до выступления ребят. И, во-вторых, эти ребята являются профессионалами своего дела, и, как правило, они подходят к чемпионату России не для того, чтобы выплеснуть свою всю форму на максимуме здесь. То есть они оставляют этот старт как проходящий, и дальше уже непосредственно готовятся к пику формы, которая будет определена именно к Олимпийским играм. Поэтому я в этих ребятах не сомневаюсь, и я думаю, что на Олимпийских играх они еще покажут более высокие результаты. Вы знаете, вот порадовали, наверное, и те, кто, как говорится, второй эшелон сборной команды России составляет, которые, в общем-то, поджимают. Вот Анжелика Сидорова, давая интервью, говорила о том, что для меня вообще честь выступать с Леной Сенбайевой, но вот закусились-то девчонки очень сильно. Их борьба в секторе стала просто украшением чемпионата страны. Вот на ваш взгляд, есть уверенность в том, что лидеры есть, а есть те, кто уже готовы сегодня прийти им на смену? Ну, я могу сказать, что Анжелика сейчас тоже у нас является лидером сборной, так же, как и Елена. Она практически находится с ней на одном уровне уже. И сейчас, конечно, то, что они устроили в секторе в прыжках в шестом, это, ну, были соревнования такого мирового уровня уже. Несмотря на то, что чемпионат России, это было очень зрелищно, но, я думаю, зрители остались, безусловно, очень довольны. И сейчас в такой борьбе, в таком ажиотаже, соответственно, родились такие результаты. Я думаю, что на Олимпийских играх будет еще более, как бы, скажем, эмоциональнее, и результаты, возможно, будут даже еще выше. Вот, в общем-то, мы говорим об Олимпийских играх уже с такой уверенностью. Действительно, вот, чувствуете опору за плечами, что не дадут, в общем-то, просто прокатить нас? Ну, вы знаете, мы являемся одной командой, большой командой, как единая семья. И мы все равно до последнего будем бороться за участие в Олимпийских играх. И я думаю, что мы туда поедем. Мы, вот, я и моя команда, мы 100% уверены в том, что у нас допустят, и мы будем там выступать. Ну, что ж, уверенность главного тренера наверняка передается спортсменам. Ну, давайте мы поговорим еще вот о чем. У нас с окончанием чемпионата России по легкой атлетике королева спорта не прощается с Чувашей, а лишь говорит до следующей встречи, которая уже состоится в субботу. Чемпионат страны по спортивной ходе. Планируете ли вы остаться? И, в общем-то, насколько все-таки есть шансы у спортсменов-скороходов тоже поехать в Рио? Ну, планируя я остаться, да, на чемпионат России по ходьбе, скорее всего, и останусь. Но по поводу ходоков я могу так сказать, что у нас сейчас 10 человек имеет норматив, но им еще нужно выполнить критерии отбора в связи с тем, что международных судей отсутствует. Это в этом плане, конечно, сложно, поэтому поездка ходоков в Рио пока под вопросом. Я думаю, что в юридическом плане мы будем эту проблему решать. Да, но там помимо того, что нужно выполнить эквалификационный норматив, там, по-моему, и даже требования по допинговому лицензированию очень серьезные, на порядок выше, чем у, говорится, легкоатлетов. Да, безусловно. Нет, там, в общем-то, у всех ходьба, так же, как и выносливость, так же, как и многоборие, должны сдать 6 допинг-проб, то есть 3 допинг-пробы мочи и 3 допинг-пробы крови. Поэтому здесь ребята, соответственно, по-моему, они уже все сдали у нас, сейчас мы подводим итоги, практически стопроцентная сдача у всех. Поэтому здесь этот критерий уже фактически выполнен. Дальше, соответственно, только юридические дела. Вопрос о скороходах задал не случайно, потому что, в общем-то, наша республика известна как одна из школ спортивной ходьбы. И понятно, вот вопрос следующий о том, что рассматривает ли главный тренер, воспитанников Чувашской школы королевы спорта, как, в общем-то, претендентов, ну, если не на поездку в Рио, но на первые номера в составе национальной команды. Ну, я могу сказать, что у вас очень хорошие марафонки, девочки, и Алина Прокопьева, и Таня Архипова. Так что, в принципе, Таня Архипова уже была третьей на марафоне, на Олимпиаде. Поэтому здесь, ну, основной акцент, конечно, мы делаем на этих спортсменах. Хорошо. Юрий Михайлович, ну, и от спорта давайте немножко о личном поговорим. В общем-то, вашему старшему сыну Ярославу 14 лет, и он активно занимается легкой атлетикой. В общем-то, радует результаты папу? Ну, да, меня, в общем-то, радуют его результаты. Парень растет, растет как и физически, так и морально, и также в спорте. И, соответственно, буквально неделю назад он бежал дистанцию километра, пробежал по личному рекорду 2,53. Для него это очень неплохо, я считаю. И он никуда не торопится, тренируется с моим первым тренером, Лев Михайловным Мершниченко, и я ей полностью доверяю в этом плане. И она постепенно-постепенно ведет его уже к спорту высших достижений. А папина любимое место тренировок «Росинка» входит в тренировочную программу Ярослава? Безусловно, да. Для него уже стала такой тоже доброй традицией. Он ежегодно приезжает в «Росинку», и в этом году не исключение. Они в августе собираются в своей группе приехать в «Росинку» на тренировочный процесс. Папа будет сопровождать или же… Ну, в этих сроках я должен быть на Олимпийских играх. Я все-таки надеюсь, что я поеду на Олимпиаду с ребятами. Ну да, дай-то бог. И второй вопрос, который в общем-то интересует, наверное, не только любителей королевы Суворта, а всех любителей спорта, футбола. Вы начинали свою спортивную деятельность в футбольной команде. И, конечно же, хотелось бы услышать ваши итоги, результаты выступления на Евро-2016. Ну, к сожалению, нашим ребятам не удалось выйти из группы. Но я не думаю, что это там вина нашего главного тренера Леонида Слуцкого. Он профессионал своего дела. Он показывал это и в командной игре, соответственно. Ну, тренируя команду, клуб. Сейчас касаемо ребят, ну, не всегда все получается. И я могу сказать, как спортсмен так же, да, что не всегда все так гладко выходит. Но, к сожалению, вот у ребят последние игры вышли не так хорошо. Игра с Уэльсом. Они проиграли, конечно, неплохую игру с англичанами. Но, тем не менее, ну, что произошло, то произошло. Я думаю, что это будет некий урок на будущее. В принципе, играть-то мы можем. В 2008 год это показал. Бронза на чемпионате Европы. Поэтому я думаю, что сейчас сделаются некие выводы. И с основным акцентом так на будущее, на 2018 год, уже на чемпионат мира. Мы пойдем уже совсем с учетом всех учтенных ошибок. И будем там выступать в более высоком классе. Юрий Михайлович, ну и заключение нашего разговора, наверное, вот нас смотрят не только любители спорта, но и ребята, которые начали заниматься легкой атлетикой. Конечно же, они тоже переживают за те события, которые происходят вокруг королевы спорта. Вот обращаясь к ним, что бы вы им посоветовали? Ну, я вам посоветую, наверное, не обращать внимания на то, что сейчас происходит, а просто заниматься своим делом. Все такое плохое, напряженное, когда не заканчивается, в любом случае, все эти скандалы прекратятся и все встанет на свои места. И от таких ребят, как вы, от молодых ребят, зависит наше будущее. Поэтому мы ждем вас в будущем. Тренируйтесь, занимайтесь легкой атлетикой, занимайтесь вообще в целом спортом. И укрепляйте наши сборные команды. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли к нам. И я, в общем-то, хочу пожелать, наверное, от лица всех наших телезрителей большой удачи. Она в большом спорте всегда необходима. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, будем держать кулаки за российскую легкую атлетику и мы. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Впереди вас традиционно ждет анонс наиболее значимых спортивных мероприятий. И предстоящих выходных дней. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. И занимайтесь легкой атлетикой. 25 июня. Чебоксарский район. Автотрасса Чержкосы. Открытый чемпионат Чуваши по автомобильному спорту. Ралли-спринт. 25 июня. В Ибресинском районе пройдет республиканский фестиваль «Спортивная семья». 25 и 26 июня. Столица Чуваши будет принимать чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. 26 июня. Гоночное кольцо Чержкосы. Чемпионаты первенства федерального округа по автомобильному спорту. 25, 26 и 27 июня. На центральном городском пляже столицы республики пройдет открытый чемпионат Чуваши по пляжному волейболу. Субтитры подогнал «Симон»!